Пушкин В произведениях Пушкина ярко прослеживается красота и величие, душевная простота и мудрость, сострадание и искренность русского народа. Все эти черты мы стараемся сохранить и сегодня. Рустам Иниханов награждает тех, кто каждый день вносит вклад в популяризацию и развитие русского языка и культуры, педагогов, библиотекарей, представителей науки. На сцене оперного произведения по мотивам творчества поэта и других классиков русской литературы. Пиковую даму Пушкина сменяет опера римского-корсакова «Садко». К Пушкину снова приходят поэты, снова читают стихи. А у подножия памятника Пушкину большой поэтический праздник. Здесь декламируют его стихи и свое творчество, созданное под его влиянием. Звучат здесь и татарские стихи. Пушкина и творчество татарского народа связывает больше, чем кажется. Оказал огромное влияние не только на русскоязычную аудиторию, но и на другие народы. Потому что мы все-таки говорим на русском языке и говорим на языке Пушкина и думаем даже на языке Пушкина. Творчество Пушкина горячо любил и переводил на родной язык тукай, что нашло отражение в развитии татарской поэзии. А сам Александр Сергеевич бывал в Казани и многое из своего великого творчества написал в селе Болдина, основанного служилыми татарами. Они продолжали жить в то время, потомки служилых татар, недалеко от Болдина. И мотивы царя Салтана, вот эти восточные мотивы в целом, возможно, это и влияние татар. Слова Пушкин «наше все» впервые прозвучали еще в середине XIX века. Их приписывают поэту Аполлону Григорьеву. После сам он скажет «Я видел в Пушкине воплощение всего самобытного и особенного, что есть в русском народе. Может поэтому уже третье столетие именно Пушкин главный русский поэт. Может поэтому его бессмертные строки все мы помним наизусть». Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.